В Нижневартовске в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют четыре участка городских магистралей. Их выбрали сами горожане во время инициативного голосования. К работам уже приступили, причем идти они будут по традиции под тщательным контролем общественников. А пока что внимания они уделяют тем участкам, которые привели в порядок в прошлом году, тоже в рамках нацпроекта. Подробнее о том, как новые дороги пережили зиму и какие только начали обновлять, расскажет Регина Гауфе. На этом участке улицы Маршала Жукова в прошлом году провели масштабную работу. Заменили бордюрные камни на гранитные, уложили два слоя асфальтобетона, нанесли разметку, привели в порядок тротуары. Зиму дорога пережила, как отметили общественники, вполне успешно. Нет ни колеи, ни серьезных ям и сколов. Однако совсем без недочетов не обошлось. Мы ее называем, это тепловая трещина. Да. Тепловая трещина. А их отражены, они будут проливаться. Да, да, проливали там, с битвы проливали, и все будет идеально. Такие небольшие трещины, как отмечают эксперты, неизбежны после зимы, особенно учитывая нагрузку на полотно. Здесь ездят и грузовые авто, и тяжелая снегоуборочная техника. Работа которой, к слову, также вызвала нарекания у общественной комиссии. И у общественности есть очень большое замечание при уборке снега в зимний период. Бордерные камни сломаны, разбиты, то есть закоцаны. Там они скребали прямо конкретно. В зимний период, да, упустили тот момент, что сейчас на подрезные ножи автогрейдера стали устанавливать не резину, как раньше, да, а техпластины. То есть это как полипропиленовый такой материал, который не позволит наносить ущерба этому бортовому камню. Необходимо внести в документацию, которая регламентирует уборку дорожного полотна изменения и, в общем-то, инструкции внести для того, чтобы не разрушать, потому что границ все-таки дорого стоят. Обратили внимание члены комиссии и на отсутствие свежей разметки. Ее, к слову, подрядчик пообещал нести до 1 июня. А это уже улица Мира. Здесь уже приступили к работе в рамках БКД. Сняли верхний слой асфальта, произвели фрезеровку. Помимо этого уже приступили к созданию тротуара и переносу остановки. На Мира в этом сезоне в порядок приведут сразу два участка. От Чапаева до Дзержинского и от Дзержинского до нефтяников. Они вошли в список ремонта после диагностики и голосования, в котором принимали участие сами вортовчане. Мира – одна из центральных улиц города. Ведет сразу к нескольким социальным объектам. Стоит отметить, что перенос остановки делается именно по требованию, по просьбам самих жителей. Дело в том, что здесь находится спортивный комплекс «Олимпия», куда стекается большой поток детей. И идти от прежнего места остановки им приходилось далеко. Конечно, многие начинают жалеть деревья, частью из которых приходится пожертвовать ради тротуара. Однако, как отмечают специалисты, безопасность людей и тем более детей все-таки важнее. Все это проводится не по нашей собственной инициативе, а из-за обращений граждан, чтобы перенести, сделать удобство, чтобы сделать комфортную, удобную среду для наших горожан. То есть, да, я понимаю, этот лес, деревья, мы же тоже люди, мы тоже понимаем, нам тоже это жалко делать. Но приходится чем-то жертвовать. Жертвовать всегда чем-то приходится. А это уже участок улицы Интернациональная, достаточно проблемный и сложный. Со сходом снега здесь провели аварийный ремонт, заделав выбоиные ямы на дороге. Но уже совсем скоро приступят к активной фазе капитального ремонта этого участка. На участке протяженностью больше километра обновят дорожное полотно, проложат тротуары с ограждениями, остановочные карманы, благоустроят заезды, укрепят обочины и обновят дорожную разметку. Здесь, к слову, также установят и делинеаторы. Это ограждения, которые будут разделять встречные потоки машин. Делинеаторы на этом участке установят из соображений безопасности, чтобы упорядочить и дисциплинировать потоки. Такие дорожные элементы уже знакомы вортовчанам. С 2021 года они установлены на одном из отрезков улицы Мира. Есть постановление президента Российской Федерации о том, чтобы разделить потоки, где четырехполосные проезжие части, то есть разделить, чтобы не было их пересекаемости. А в плане того, что они не будут сплошной, как многие говорят, сплошной от Северной до самой бегущей лани, если мне нужно будет заехать в какой-то ГСК, мне нужно доехать до моста, развернуться обратно. Нет, ни в коем случае. Они будут установлены так, как у нас есть, допустим, дорожная разметка, согласно дислокации. То есть, если там где-то есть заезд, разрыв, значит, там и будет разрыв. То есть, здесь беспокойств не должно быть. К слову, четвертый участок дороги, который также удастся привести в порядок за счет экономии средств, это как раз продолжение этого отрезка. Таким образом, уже осенью в нормативный вид приведут интернациональную – от пересечения Северной до самой развязки – моста «Бегущая лань». Регина Гауф и Евгений Лоскутников специально для программы «Больше чем новости». Нижневартовск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова